Всем привет! С вами Экстракт, концентрированная информация из мира острой культуры. Меня зовут Настя, но главный герой выпуска – настоящая легенда острой культуры – Эд Кари. Для тех, кто в танке. Смокин Эд – американский селекционер перцев в Чили, таких как Каролина Риппер и Пеппер Икс. Основатель и президент компании BuckerBud Paper Company. Эд всегда любил острое, но прозвище «Дымящийся» прилипло к нему только после того, как во время барбекю он представил свои разработки друзьям. Их реакция оказалась настолько сильной, что его кореша заявили – молот остроты у них дым из ушей. Из шеи, блять! Просто, ну под конец, надо было так лохануться. Их реакция оказалась настолько сильной, что его кореша заявили – молот остроты у них идет дым из ушей. Карри родился в городе Вестблумфилд Тауншип, штат Мичиган. Семья Эда часто переезжала, и он переводился из школы в школу, а после колледжа стал биржевым брокером. Первым рабочим днем Карри стала 19 октября 1987 года, известная как «Черный понедельник», когда рухнули все мировые рынки. В течение следующего десятилетия Карри продолжал гоняться за деньгами, хотя далеко не все в его жизни было легально. «Я достигна. Это дно знакомо людям, попавшим в зависимость», – объясняет он. В 99-м году Эд сдался и хотел умереть. В ту ночь в Мичиганском городке, где он жил, бушевала метель. По словам Карри, он открыл все двери и окна квартиры, чтобы впустить снег, планируя лечь и замерзнуть до смерти. Затем к нему пришло видение. Женщина-ангел велела искать конкретную вывеску. Карри не знал, где искать, но сел в машину и отправился в путь навстречу снежной буре. Он остановился в доме друга, рассказал о случившемся, и на следующее утро они вместе поехали в указанное ангелом место. Поиски привели их в реабилитационный центр. Таким образом, Эд стал чистым. После периода реабилитации он переехал в Южную Каролину, чтобы быть поближе к родителям. Именно в этот момент накопленные знания и любовь к перцу Чили обрели крылья. Карри начал выращивать собственный перец на заднем дворе и экспериментировать со скрещиванием сортов. Вскоре Эд выращивал 800 кустов самого жгучего перца не только у себя дома, но также в домах семьи, друзей и соседей. Эд делал из этих перцев острые соусы, сальцу, горчицу, железо, куске и раздавал все это бесплатно. Он исследовал, экспериментировал и превратил страсть к Чили в жизнеспособные продукты, которые нравились всем и все возвращались за добавкой. На собраниях по программе реабилитации в новом городе он встретил горячую блондинку, которая сказала, что любит сальцу. И Эд принес ей свое. Через 9 месяцев они поженились. Линда, теперь уже жена в виде успеха мужа, подала идею открытия полноценной фермы. В 2003 году Карри еще работал в банковской сфере, чтобы зарабатывать немного денег. Но, загоревшись мечтой, обналичил все сбережения и кредитные карты, чтобы открыть PackerBad Paper Company. По его оценкам, затраты на создание компании составили 400 тысяч долларов. Эд начал продавать продукцию на фермерских рынках, затем привлек внимание местных СМИ. В 2009 году аспирант из колледжа провел тестирование перцев и объявил их самыми острыми в мире. А в 2013 году PackerBad и лично Эд Карри были официально признаны создателями самого острого перца в мире – Каролинского жнеца. И попали в Книгу рекордов Гиннеса. Заявление о мировом рекорде послужило толчком к росту компании. Впоследствии острые соусы карри стали известны благодаря шоу Hot Ones на YouTube. 14 ноября 2023 года рекорду исполнилось бы 10 лет. Но за месяц до этого, в октябре, разлетелась горячая новость. Книга рекордов Гиннеса признала Paper X самым острым перцем в мире. Послужило толчком, ха? Какать хочется. Не думаю, что это горчился. Скорее, его наполнила гордость за то, что два самых острых перца создал именно он. Карри не просто выращивает перцы, он проникает в их генетический код. Это основа работы, позволяющая предсказывать, какие особенности проявятся у потомства при комбинировании разных видов. Главное, что отличает ЭДА от других селекционеров, активное взаимодействие с учеными разных специализаций. От генетиков до агрономов. Это партнерство позволяет использовать передовые научные методы в работе и постоянно совершенствоваться. Карри вместе с учеными считают, что действительно могут получить натуральный перец в диапазоне 7-8 миллионов сковелей. И в это не так уж и сложно поверить. Сейчас Карри миллионер, а его страсть к перцу переосмыслила острую культуру. Именно такие люди, чрезмерно сосредоточенные на том, что любят, делают мир острее. Это был культовый экстракт. Ставьте лайки, делитесь мнениями в комментариях и оставляйте ссылку на это видео под роликами самого Эда Карри на YouTube. Увидимся на Чили Бросква. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok